Девушки отдыхают 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 Но третья вещь, это было нечто новое, нечто странное и очень особенное. И мы не понимаем почему оно настолько особенное для него и почему оно ему чушь для него. Потому что в то время люди, которые живут вокруг, возможно это было часть веры наших отцов, оно потом изменилось. Они верили, что у каждого есть Бог, который Бог над определенным местом, и у каждого Бога есть определенные границы своего влияния. Так верили народы Европы. Мы, например, знаем, что когда были различные войны с народом Израиля, эти народы, которые воевали против Израиля, они говорили, «Вау, сейчас они одерживают победу, потому что мы сражаемся на горах. Скорее всего, их Бог, он, Бог, Бог. Давайте мы спустимся вдали, и тогда мы будем одерживать победу». То есть всегда существовала в то время такая вера, что Бог, он ограничен каким-то пространством. И Яков в себе, он видит и знает, что Бог об этом вернет. Он говорит, что этот земля, который вырос здесь, он будет сохранять себя в этой земле. И яков слышал часто от своего отца, что эта земля дана тебе, ты будешь жить здесь, и я буду сохранять тебя в этой земле. И сейчас он вдруг должен выйти из этой земли, где Бог его охраняет. И он, наверное, задает себе вопрос, как Бог будет действовать, когда Он находится в предел этой земли. И он говорит, если ты действительно сделаешь, что ты сохранишь меня, когда я готов дать тебе клятву, и я готов сделать первое, второе и третье. Если я вижу, что твои силы за пределами этой страны, в которой я живу, я готов продолжать жить с тобой. Вы понимаете, это вещь, который мы видим, что Иллюзим – это Иллюзим Коль, который работает на Коль. И нам уже сегодня это настолько, как мы понимаем, что Бог, Он хочет все земли, все земли и все земли, и все его классы. Тогда это было не так просто. Но в то время это не было настолько ясно. Но также мы, вы понимаете, что Иллюзим, что Иллюзим, он будет служить и поддерживать тебя в определенном состоянии, но в то время, когда ты сможешь делать что-то, Иллюзим уже не находится там. Но даже иногда мы встречаем с ситуацией, что мы знаем, что Господь хранит нас на определенном пути, но когда мы сходим с этого пути и делаем вещи, что Бог уже нет. Я говорю не только про пункты, я говорю про ограничитель действия, про то, что мы хотим делать. Иллюзим, Он находится в любом случае. Мы действительно верим в это и являемся в этой части нашей жизни. Мы видим его действия во всех сферах нашей жизни. Но вопрос даже более глубокий здесь. Было ли обещание Бога это что-то одноразовое, или это было что-то пророческое на будущем? Потому что мы знаем из Писании, что Бог держал свое обещание, Он хранил Яков, Он вернул его в своем отцу, он жил возле него и сохранил его. А им в это и автаха, это не гмера? Заканчивается ли на этом обещание Бога? И ответ нет. Потому что вы помните, что когда Яков спустился в Египет, ему нужно было обратно выйти за пределы Израиля. Он не автоматически поехал туда. Несмотря на то, что было трудное время и голод, и сын его был там, принцем Египта, он не поехал туда автоматически. В 46 главе Бития мы пишем, что он приехал на Бершева, и там он остановился. Там он построил жертвеник Богу, и он там призвал имя Бога. И тогда он спросил Бога, подобный вопрос задал ему. Стоит ли ему выходить за пределы Израильские? Стоит ли мне спускаться там? Конечно, не надо там тоже. И тогда Господь отвечает ему. И говорит, Бог сказал, Он был выходом, он был в Египет, там он произведет себя великий народ. Он сам пойду с вами в Египет, он сам убедит и баса от пута. Тоит, что это же обедование продолжает действовать. И я спросил еще раз. Если вы добавите вопрос. Потому что Бога есть ответственность не только по отношению к Якову, но и по отношению к всему Израилу. У него есть ответственность по отношению к всем поколениям Израиля. Весь ли народ Израиля полностью вернулся в обетованную землю сегодня? Вопрос я вам задаю. Нет? Нет. Нет, боится он продолжает работать. Поэтому обязательность продолжает работать. И это означает, как он сказал, Яков, что я не буду работать, я буду работать на вашим ребенком, пока они принесли. И поэтому Бог сказал Яков, который говорит, Он не оставил тебя и не оставил твоих детей, до того как они полностью исполняли свои обещания. И то, что ты не сможешь, я и obey тебя, я буду работать с тобой, я буду работать с тобой. Это Божье обещание, которое до сих пор существует. Он ответственен за это, он исполняет свое обещание. Я хочу задать вам такой вопрос. Возможно, мы тогда тоже должны чувствовать ответственность за тупляху, которую дал Иакус. Потому что Яков сказал, если ты сделаешь это, тогда я тоже обещаю тебе что-то. Первое, я обещаю тебе что ты будешь моим Богом. То есть у нас, как у Якова, есть ответственность в Бога принять нашу Богу. Значит, мы не должны его оставлять. И мы полагаем на него и на все, что он делает. И нам нужно упомянуть на его водительство. Это наша ответственность согласно креду Якова. Вторая креда, на которую он дал. Он сказал, что тот камень, который он поставил, будет местом поклонения. И здесь говорится не только физическое мнение. Здесь говорится о служении Бога. О служении Бога. О жертвеннике, о прославлении. Мы предполагаем на него, по-другому. Мы обязаны служить и поклоняться Богу. Не только познать его, что наш Бог защищает нас. Но также у нас есть служение, которое мы должны сделать. Служение перед ним и служение для всех народов. И третья креда говорит, что я дам тебе десятую часть всего, что ты дашь мне. А десятая часть, это не только деньги. Здесь говорится благодарение. Умем ли мы благодарить Бог за все, что он делает? Помним ли мы о том, что мы должны благодарить Бог? И все, что мы получаем, мы получаем как само собой разумеющийся. У нас есть ответственность за три креда в Якова. Пошлое Бога. Служить Бога. И славить его. И его обитова не исполняется в наш режиме. И он несет ответственность за народ Израиля каждый день и сегодня тоже. И пока не придет тот момент, когда последние евреи соберутся здесь, в обитованной земле, Бог продолжит хранить их там, где они находятся. Потому что это очень отличается от того, что многие говорят, сегодня народ Израильский уже не актуальный, Бог продолжит свой народ. И Господь все очень несет ответственность. И здесь много о чем мы можем говорить. Я хочу дать вам только одну мысль для того, чтобы подумать одни. Яков говорит о том, что это место в Брата Небесе. Написано, что эта лестница, которую он видел, она поднималась до самого неба. Вы помните еще одно место, где было до самого неба? Нигдаль Бавель. Есть здесь очень интересное и очень противоположное. Мы знаем, почему это место называлось Бавилон. Но люди, когда построили люди этого места, называли это место Бавилон. И перевод это означает так же Брата Небесе. Это очень дорого. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали об этом. Это очень похожие два места. Бавилонская башня, которая поднималась до неба. И лестница, которую видел Яков. И одно и то же название. Подумайте, что здесь может быть похожего? А если вы не придете ни к какому выводу, то Дима нам в следующий раз расскажет свои мысли. Да. Спасибо.